С незапамятных времён человечество мечтает об открытии миров, подобных нашей родной планете. И в настоящее время мы как никогда близки к этому. Ведь среди тысяч экзопланет, обнаруженных за пределами Солнечной системы, десятки подобной Земле в большей или меньшей мере. Найдётся ли среди них хотя бы одна, способная стать для нас вторым домом? Первые экзопланеты были открыты ещё в конце 80-х годов прошлого века, и за прошедшие с тех пор годы их число выросло многократно. По данным, за январь 2021 года уже обнаружено более 4 тысяч планет, принадлежащих иным системам. А кроме того, зарегистрировано несколько тысяч кандидатов на это звание. Большая часть из них приобретает полноценный статус после подтверждения наземными обсерваториями. Общее же количество планет в нашей галактике предположительно может превысить триллион. От 5 до 20% из них имеют размеры и состав, близкие к земным. Не все из этих планет расположены в обитаемой зоне и пригодны для жизни. Однако, по оценкам учёных, Млечный путь содержит не менее 300 миллионов потенциально обитаемых планет. Условия на экзопланетах крайне разнообразны. Среди них есть как огромные, в разы больше Юпитера, так и небольшие тела, близкие по размерам к Земле. Некоторые раскалены и покрыты океанами расплавленной лавы, а другие навечно скованы ледяным панцирем. Существуют планеты океана, не имеющие ни единого клочка твёрдой поверхности, а также планеты, на которых идёт дождь из серной кислоты или снег из алмазов. Для поиска иных миров применяются разные способы. Как правило, заметить экзопланету с помощью непосредственного наблюдения в телескоп практически невозможно. Поэтому в 2009 году был запущен Кеплер. Первый космический телескоп, специализированный для поиска планет за пределами Солнечной системы. Камеры телескопа имели 42 матрицы суммарным разрешением в 96 мегапикселей и охватывали примерно 25% звёздного неба. В сочетании с полутораметровым зеркалом телескопа это позволило обнаруживать внеземные объекты на расстоянии до 3000 световых лет от Земли. За три с половиной года активной работы Кеплер обнаружил более 3500 кандидатов в экзопланеты, из которых более 2000 уже подтверждены повторными наблюдениями. В том числе была открыта самая маленькая из нынеизвестных экзопланет. Диаметр объекта Кеплер-37b составляет всего 35,7% земного. Кроме того, с помощью телескопа были открыты несколько звёзд и коричневых карликов. Кеплер использовал транзитный метод поиска экзопланет. Этот способ основан на наблюдениях за светимостью звезды. Если предполагаемая планета проходит между родительской звездой и наблюдателем, то яркость звезды будет падать. Величина этих колебаний напрямую зависит от соотношения размеров звезды и планеты, а периодичность даёт информацию о периоде обращения. Транзитный метод требует большой точности в измерении, ведь изменения в спектре звёзд составляют не больше 2%, а зачастую вовсе десятые и сотые доли процента. Колебания атмосферы, пыль и осадки вносят слишком большие ошибки в работу земных телескопов. Именно поэтому для поиска объектов за пределами Солнечной системы используются телескопы, установленные на автоматических космических станциях. К сожалению, в 2013 году, спустя 3,5 года после запуска, космический телескоп Кеплер стал жертвой нескольких серьёзных поломок. А в 2018 году аппарат окончательно прекратил работу. Кеплер стал первым космическим аппаратом, специализированным для поиска экзопланет. Однако большинство обнаруженных им объектов оказались слишком далёкими и тусклыми для детального изучения. Поэтому следующий исследовательский комплекс имел немного другие параметры. На смену Кеплер пришёл телескоп ТЭС, запущенный НАСА 18 апреля 2018 года. Его главной миссией является поиск каменистых экзопланет возле самых ярких звёзд на расстоянии до 200 световых лет от Солнца с помощью транзитного метода. Телескоп оборудован четырьмя рефракторными телескопами с полем зрения 24 на 24 градуса и апертурой 10 сантиметров. Особая орбита позволяет телескопу производить наблюдение как за северной, так и за южной частью небосвода, охватив таким образом около 85% всего звёздного неба. Снимки же производятся четырьмя камерами, каждая из которых имеет матрицу в 16,8 мегапикселей. Одним из самых интересных открытий ТЭС является объект TOI-700D. Далее – TOI. Эта экзопланета стала первым объектом такого типа, близким по размерам к Земле и находящимся внутри обитаемой зоны своей звезды. Она вращается вокруг красного карлика TOI-700, расположенного немного дальше ста световых лет от Солнца. Это маленькая и довольно холодная звезда. Её температура вдвое меньше солнечной, а масса и радиус составляют всего 40% от аналогичных параметров нашего светила. Одной из особенностей TOI-700 является её высокая стабильность. За всё время наблюдений на ней не было зафиксировано, ни единой вспышки. Стабильность звезды является положительным фактором, так как вспышки активности могут срывать атмосферу с планет и пагубно влиять на потенциальную жизнь на их поверхности. Звезда имеет как минимум три планеты. Ближайшая к светилу TOI-700B по размерам близка к Земле. Её масса составляет около 1,07 массы нашей планеты, а радиус отличается от земного не более, чем на пару процентов. К сожалению, TOI-700B находится слишком близко к звезде – около 0,06 астрономической единицы. А год на этой планете длится всего 10 дней. К тому же она наверняка находится в приливном захвате, а значит, повёрнута к светилу одной стороной. Всё это означает, что планета с высокой долей вероятности сильно раскалена. Вторая планета, TOI-700C, предположительно относится к классу мини-нептунов. Её масса составляет от 5 до 13 масс нашей планеты, а радиус в 2-3 раза превышает земной. TOI-700C делает полный оборот вокруг своего светила за 16 дней и находится ближе к внутренней границе зоны обитаемости. TOI-700D является третьей и пока самой дальней из обнаруженных в этой системе планет. Полный оборот вокруг светила занимает у неё 37,4 дня, а орбита пролетает по внутреннему краю зоны обитаемости. Масса TOI-700D определена приблизительно и может колебаться от 1 до 3 земных масс. Радиус при этом превышает земной всего на 20-30%. Предполагается, что TOI-700D – каменистая планета, но точный состав её пока неизвестен. Поток энергии от светила составляет 86% аналогичного потока, который Земля получает от Солнца. Если предположить наличие атмосферы, схожей с земной, то расчёты показывают равновесную температуру поверхности TOI-700D в 268,8 Кельвина или минус 4,3 градуса по Цельсию. Однако парниковый эффект и другие особенности атмосферы могут существенно сдвигать эту цифру в любую сторону. Эксцентриситет орбиты TOI-700D точно неизвестен, но предполагается достаточно небольшим – порядка 11 сотых. Орбита планеты пролегает по внутреннему краю зоны обитаемости, поэтому хоть и невысокий, но ощутимый эксцентриситет может привести к тому, что в некоторых участках орбиты TOI-700D будет подходить слишком близко к звезде, покидая зону обитаемости. Впрочем, такие периоды не будут продолжительными, ведь год на планете длится чуть больше земного месяца. Если на TOI-700D есть жизнь, то её представители могут пережидать некомфортное время в анабиозе, приспособиться к нему или мигрировать в более благоприятные регионы. Хотя данных спектрального анализа TOI-700D пока недостаточно, это не исключает существование на её поверхности жидкой воды. В этом случае неизбежен парниковый эффект, который позволит температуре на поверхности планеты достигнуть комфортных значений. Существует высокая вероятность того, что TOI-700D, как и прочие планеты-системы, находятся в приливном захвате, а значит, повернута к звезде одной стороной. Если это действительно так, то температура солнечной стороны может значительно отличаться от теневой. Плотная атмосфера могла бы сгладить контраст, но в этом случае неизбежны сильнейшие ураганные ветра. В настоящее время телескоп ТЭС завершил основную программу. Однако его ресурс ещё далеко не исчерпан. В ближайшее время телескоп продолжит фотографирование звёздного неба, в том числе в плоскости Млечного пути, самым трудным для наблюдения направлении. За время выполнения основной миссии ТЭС обнаружил более 2100 кандидатов в экзопланеты, из которых не менее 66 уже подтверждено. Кроме того, были зафиксированы 6 вспышек сверхновых, идентифицированы 3 экзокометы, а также получены множество снимков малых тел Солнечной системы, которые хоть и не являлись основной целью миссии, но всё же представляют собой научный интерес. ТОИ-700D всё ещё хранит свои секреты и ждёт своих первооткрывателей. Возможно, новый орбитальный телескоп Джеймс Уэбб поможет исследовать как этот мир, так и множество других. Предполагается, что новый телескоп позволит не только получить изображения ближайших экзопланет, но также обнаружить их спутники и провести спектральный анализ поверхности. Запуск телескопа планируется на 31 октября 2021 года. Если всё пройдёт в штатном режиме, то первые данные будут обнародованы уже в следующем году. Обнаружим ли мы когда-нибудь мир, который сможем с полным правом назвать Второй Землёй? А если и обнаружим, то сможем ли достигнуть его? Ведь космические расстояния огромны по человеческим меркам. Может быть, человечеству обречено сидеть в границах своей системы и лишь наблюдать за бесконечной Вселенной? Субтитры создавал DimaTorzok